Мир прогнется под латиницу. Мир прогнется под латиницу. Казахстан отказывается от кириллица общества, языкознания, зри в корень. Быстро обучить старшее поколение латиницы не удастся теге, алмаз каптлюов, казахстан, язык, общество, культура. На латинскую графику казахский язык уже переходил. В 1929 году она сменила арабскую вязь, но из-за фонетического принципа построения, как слово слышится, так и пишется, появилось очень много разночтений, и в 1940 году латинская графика была заменена кириллической. Теперь вновь решили поискать счастье в латинице. По мнению одних граждан Казахстана, это приблизит страну к так называемому цивилизованному миру, по мнению других оттолкнет на десятилетия назад. Даже сейчас, через 80 лет после введения кириллицы, на казахский язык в этой графике переведено всего лишь 30% мирового научного и культурного наследия. В основном художественная литература и учебные материалы для среднего, среднепрофессионального и высшего образования. Причем только основные издания, а вот дополнительной литературы нет. Приведу пример по своей профессии детского хирурга. Так вот, в базовом учебнике по хирургии на казахском языке операции удаления аппендицита посвящено всего лишь 12 страниц, тогда как на русском языке не менее 42 книг монографий. В них описаны способы проведения операции у беременных, при атипичном расположении отростка, при перитоните, у детей до 7 лет, у взрослых и так далее. Ни одна из них на казахский язык, даже в привычной кириллической графике, не переведена. Такое положение по всем разделам медицины. Поэтому врач, окончивший медуниверситет на казахском языке, будет наполовину неграмотен. И в этом не его вина. У нас очень умные дети, беда в отсутствии переводов и грамотных, умных преподавателей. И это всего лишь проблема одного заболевания. А их у человека больше 7 тысяч нозологий. То есть только по медицине надо перевести на латинский шрифт свыше 80 тысяч книг. Разве будут это делать? И сколько на это потребуется времени? Эксперимент с латиниц уже был, и он оказался настолько плачевным, что от него пришлось отказаться. Посмотрим на нынешнюю предысторию этой идеи. Еще до распада СССР, весной 1991 года, Турция пригласила на совещание в Анкару филологов-языковедов из Казахстана, Кыргызстана, Туркмении, Узбекистана и Азербайджана для обсуждения возможности перехода на латиницу всех тюркоязычных стран. Через год Турция провела первый всемирный конгресс тюркских народов опять же по этому вопросу. В обоих случаях от нас был академик-языковед Абдуали Кайдар, который по возвращении начал публиковать обширные статьи в пользу латиницы. Наш первый президент велел создать комиссию по изучению целесообразности этого акта, к счастью, почти половина членов комиссии была против. Но вдруг весной 2018-го был издан касса введение латиницы с полной заменой кириллице к 2025 году. Для обоснования подвели несколько тезисов. Якобы. 1. Латиница будет способствовать сближению казахов с тюркскими народами и укреплению идентичности казахского народа. 2. Латиница – главное средство освобождения казахов от имперского влияния России и русской культуры, а также средство развития национального языка. Казалось бы, с чего это вдруг далекая Турция воспылала к нам любовью? Ответ прост. Будучи членом НАТО, она, вероятно, всего лишь исполняла директиву США и НАТО по отрыву бывших союзных государств от России. Для этого достаточно сменить алфавит и промыть мозги молодежи, искажая историческую правду, воспитывая новое поколение, сознание которого будет абсолютно оторвано от прошлого народа. Итак, через 12-15 лет вырастет поколение казахов, читающее на латинице. И что? Оно окажется безграмотным, так как за эти годы не будет переведено на латинский шрифт и 10% мирового и русского культурного наследия. Во-вторых, никакого сближения тюркских народов вокруг латиницы не будет, потому что у нас появятся 9 новых букв, которые другие народы прочесть не смогут. В-третьих, самое главное, вся эта мифическая тюркская общность нужна лишь ученым языковедам, а простой казах все равно не поймет, о чем пишет на латинице тот же узбек, азербайджанец или туркмен. Понять сможет только кыргызов, потому что их речь более-менее понятна, особенно когда они говорят медленно. Кстати, у них кириллицы сохраняются, а русский язык является вторым государственным языком. И от этого их националистам не стало хуже. Итак, первый тезис о сближении, благодаря введению латиницы, тюркских народов ложный. То же самое и с идентичностью казахов, которая якобы взлетит на небывалую высоту. Разве сейчас у нас нет национальной идентичности, воспитанной на трудах наших писателей, ученых, опыте предков? Наоборот, с введением латиницы будущие поколения, оторванные от своей истории и культурного наследия, созданного на кириллице, потеряют свою идентичность. Но самым абсурдным является тезис о том, что латиница – главное средство освобождения казахов от имперского влияния России и русской культуры. Дорогие мои казахи, ярые сторонники этого тезиса. Зачем врать самим себе? Нет и не было оккупации русскими колонизаторами. В посольских архивах России хранятся письма на арабском языке, начиная с Тауки Хана от 1687 года, затем Хана-младшего Жуза Абул Хайра от 1712-1720 годов, затем Хана-старшего Жуза Каиб Хана от 1718 года, среднего Жуза Абул Ай Хана и султана Найманов Ка. Барака от 1742 года, где они просят царей России Петра Ай, позже и царицу Елизавету о принятии казахов под защиту русского оружия, так как джунгары, захватив наши земли, дойдя до Волги, уничтожали казахов и уже стоял вопрос о существовании как нации. Если на протяжении 50 лет все наши ханы просили русских царей о вхождении в их подданство, то о какой оккупации может идти речь? Мы добровольно вошли в состав Российской империи, чтобы сохраниться как нация. Далее обязательно следует тезис о том, что якобы русские уничтожили половину казахов во время Голодомора 1929-1933 годы. Это тоже ложь. Голодомору строил еврей Шаецикович Голощокин, а под всеми его указами и на всех расстрельных списках стоят подписи казахов руководителя республики и областей того времени. Выслуживаясь, они уничтожили втрое большие народа, чем якобы оккупанты русские. А спас наш народ всего лишь один патриот казах Турар Рыскулов. Будучи зампредом СНК РФ, он собрал студентов казахов Москвы, дал им свой мандат и велел, поехав на каникулах на малую родину, записать все, что они там увидят. Осенью, собрав записи, доложил Сталину. После этого Голощокина отозвали и расстреляли. За этот поступок и сам Рыскулов позже был обвинен в заговоре против компартии, и грузин Берия с согласия грузина Сталина расстрелял и его. Что же, теперь нам надо ненавидеть всех грузин или евреев. Компартия и имперские русские привнесли в Казахстан тысячи заводов и фабрик, школы, больницы, всего за 10 лет практически ликвидировали неграмотность, благодаря. Липе, казахскому алфавиту на основе русской графики, созданному великим Алтын-Царином. Уважаемые сограждане, ратующие за латиницу. Выросши на ней поколение не будет знать вас самих, так как не сможет прочитать ваше произведение. Посмотрите на соседей, принявших латиницу, Узбекистан, Азербайджан и ДР, жители которых вынуждены искать работу в России. У нас тоже только из-за латиницы уже начали уезжать из страны все молодые и среднего возраста русскоязычные граждане, в том числе, кстати, и казахи. А мы, старики, и так уйдем по возрасту, только за 9 месяц. 2019 года на ПМЖ выехало более 38 тысяч человек, данные ГАСТАТа и миграционной полиции РК. Это не считая выехавших на учебу, в прошлом году за образованием в другие страны отправились 92 тысячи детей. Обратно уже, наверное, не вернутся, так как здесь будет латиница, которую они не знают. И это при нехватке 7 тысяч врачей и 20 тысяч учителей. Я был удивлен, что такой, казалось бы, националист, как бы. Тлиухан, музыкант и общественный деятель, оказался настоящим патриотом и выступил против введения латиницы. Наравне с писателем Алжасом Сулейменовым, первым космонавтом Т. Аубакировым и многими другими патриотами-казахами. Экс-президент Германии и краткое. Раун на своей инаугурации сказал, «Патриоты — это люди, любящие свой народ. Националисты — это люди, ненавидящие чужие народы. Наши националисты из-за своей ненависти к русским, русскоязычным казахам и России в целом ввергают свой народ в мракобесие. Все, что мы имеем сейчас, — это наследие имперского СССР. Кстати, этим летом мы взяли 762 миллиона долларов у МВФ на перевод учебников вузов. И это при том, что наш внешний долг уже свыше 200 миллиардов долларов. Полный переход на латиницу потребует свыше 40 миллиардов долларов. Пожалейте своих детей и внуков. Алмаз Каптлюев, Алма-Ата. Факт после распада СССР на латиницу перешли Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Хорватия. Усиленная латинизация проводится в Сербии, Боснии, Герцеговине и Черногории. Всерьез задумались о переходе на этот алфавит в Монголии. Субтитры создавал DimaTorzok